всех приветствую на комплексном анализе рынков с виталием шевченко поехали как всегда начинаем со статистики впереди нас ждут важные данные со стороны сша 15 30 по московскому времени это и первички прогноз здесь положительный это и розничные продажи прогноз очень великолепные и индекс производственной активности new york empire state здесь пока по прогнозу все достаточно позитивно ну и закрывает сегодняшний день это непосредственно выступление членов фонг 21 и 23 по московскому времени если брать более глобально то хотелось бы отметить только два момента первое это снижение доходности казначейских облигаций и второй момент это голубиные сообщения со стороны фрс со стороны господина пауэлла что убеждает инвесторов со стороны федеральной резервной системы о том что в течение некоторого времени процентной ставки останутся на очень низком уровне но мы с вами переходим к технике индекс доллара начинаем с маржинальных зон обеспечения напоминаю что здесь у нас приоритет сохраняется нисходящий но самое важное это то что мы достигли первой нисходящей целевой зоны и здесь как раз можно ожидать уже хорошего коррекционного движения тем более видно что движение является затухающим практически в середину зоны вошли если брать непосредственно по коррекции то первая отметка 92 0 4 92 0 9 более глобальная ну только здесь нужно понять на чем если на хороших данных которые именно приведут к укреплению американского доллара они к возрастанию риск аппетита тогда можем пойти на 92 50 92 60 со стороны тактики адверза мы также приземлились нам достаточно сильную область поэтому и с этой стороны у нас есть все предпосылки плюс возрастающие коэффициенты доминирующих сил о том что мы можем пойти в коррекционное движение опять же это район 91 90 91 95 то есть ближайший район к 92 но а дальше уже непосредственно через фундаментальный анализ вот так бы я сказал 92 16 с пробитием 92 30 92 40 и как раз заход в район 92 55 валютный рынок евро доллар заходим как всегда с агрессивно консервативного подхода внутренней торговли пока далеко мы не ушли поэтому продажа через опять же стоп лосс через фрактал кто работает со стоп лоссом напоминаю что фрактал находится в подразделе билла вильямса выбираем фрактал и вот здесь поставьте четверку это непосредственно ну так скажем копия и вот на 3 этого копья этого этой стрелочки выставляется стоп лосс для того чтобы даже если будет небольшой перехай как мы видим здесь происходит ваш стоп лосс не схватила но если более глобально рассматривать то мы не достигли восходящей целевой зоны поэтому нужно иметь это в голове по нисходящим целям там где пара может развернуться на дальнейшее укрепление евро первое это 119 35 119 40 и более глубокое 118 95 119 05 со стороны опционного анализа также достаточно все интересно почему потому что мы идем по верхней границы опционного канала это со стороны опционщиков дает все предпосылки толкать пару вниз тем более недельные опционы они как раз так же как и месячные будет у нас закрываться завтра и будут соответственно толкать данный валютный инструмент к оптимальной точке между покупательными продавцами это 118 60 в принципе да в условиях того что будет закрытие рабочей недели фиксация позиции не исключаю достаточно глубокого коррекционного движения ну и со стороны объемов хотелось бы отметить следующий момент что объемы на продажу очень близко сосредоточены крупные объемы на продажу а вот желающих прикупить это только как раз с более выгодных низких уровней после хорошего коррекционного движения поэтому делаю вывод по объемам движение вниз ждут и движение хорошего коррекционного соответственно вниз похода по паре евро доллар в принципе совпадает как раз с нисходящей промежуточной зоной это будет более оптимальная область на разворот пара фунт доллар продолжает испытывать на прочность маржинальную зону 137 98 138 ровно вчера мы от нее заходили опять же заходите здесь с учетом и фрактала и небольшого заброса суда еще плюс 20 стандартных пунктов это четвертый знак после за 5 ну а так отрисовали хороший максимум в этом также продажа я бы здесь зал стоп лосс за 1 3820 первый тейк в районе 137 21 37 25 ну и более глубоких по ходу минимумов 136 81 36 85 напоминать что здесь краткосрочный приоритет со стороны маржинальных зон он изменился со стороны опционного анализа картина по паре фунт выглядит по следующему недельки также как и евро доллар у нас выталкивает вниз возле верхней границы нижняя граница находится в районе 11 37 137 со стороны более глобальных месячных опционов пока серьезного у нас ничего нету ну закрепление ниже баланса дня будет давать нам поводы опять же по ходу нижней границы опционного канала в принципе совпадает с недельками по объемам пара фунт-доллар выдает нам следующую информацию здесь я бы только явно взял тот момент что у нас защищает максимум и но чтобы дойти до максимума нужно хорошая фундаментальная обоснование как минимум до либо толчок ну и мы видим что уже крупные объемы как раз располагается в районе минимум это полностью идет сочетание с маржинальным зонами обеспечения поэтому здесь как минимум частичный фиксинг и возможно даже будет переворот опять же только на общем фундаментальном фоне пара доллар иена чуть-чуть не хватило и запала да не сделала такой красоты как индекс доллара не тронула нисходящую целевую зону это был бы вообще прямой сигнал к тому что спокойно можно вставать на разворот но в принципе да если брать усредняющий момент того что здесь можно наращивать на средний срок это покупка с заливкой в районе 108 35 первая цель это 109 40 но и более глубоко это заход в район 110 по опционам картина выглядит у нас по следующему если брать недельные опционы все идеально также в принципе как и евро доллар только в обратку с нижней границы стартуем и оптимальное значение у нас районе 109 70 если брать непосредственно месячные опционы также от нижней границы но оптимальное значение здесь находится пониже в районе 109 35 поэтому здесь возможно первая остановка самое важное со стороны открытого интереса у нас пока больше преобладает покупателей вплоть ну как раз до 110 а здесь уже можно пробовать переворачиваться на коррекционное движение так со стороны объемов ситуация по паре выглядит по следующему внутридневное преобладание практически на 1000 дает нам полный контроль и полное право действует на общем фоне и здесь нужно заметить что крупный объем он как раз при подходе к нисходящей целевой зоне сосредоточен это как раз элемент того что все таки учитывает момент непосредственно более глобального захода к оптимальной области для покупок это имейте ввиду так теперь небольшая новость относительно обучения возобновляя я групповое обучение начиная с сегодняшнего дня и всю следующую неделю набирая желающих в группу по обучению обучение будет проходить в два этапа первой неделе это изучение вами видеоматериалов курса вторая неделя это практически онлайн занятия сейчас продумывается утренний и вечерний формат поэтому вся информация которая вам нужна более подробная она может быть предоставлена через контакты которые находятся под данным видео стоимость обучения 2000 рублей ну и самое главное этот курс будет поставлен на поток то есть он будет зациклен и если вам нужно будет будете опять же приходить на дальнейшие практически занятия уже с другими группами канадский доллар с этой стороны вчера у нас все пошло по нашему торговому плану так как у нас торги более волатильные поэтому помните о том что стоп лосс нужно передвигать в точку без убыточности как минимум я ставлю маленький плюсик помимо этого не забывайте конечно ходится и помнит о том что у нас это товарно-сырьевые активы связанные с нефтью и золотом по канадцу приоритет у нас сохраняется нисходящий также как и по ене чуть-чуть не хватило захода в идеальную область на покупку поэтому имеем ввиду усреднение покупка и до заливка в районе 1 2450 но здесь с этой стороны нужно помнить еще о том что у нас сегодня выходят данные и по канаде это данные связанные с занятостью и объем продаж производственном секторе пока здесь по прогнозу небольшое ухудшение одного другого показателя поэтому если брать в рассмотрении что будет хорошие данные по американцам и ну такие же как по прогнозу по канадцу то отсюда хорошо стрельнем первое это будет пробить и как раз взятие максимумов 125 21 25 22 так заход в район 1 25 41 25 50 но если мы будем возвращаться наш боковик то вы помните о том что здесь цель стоит 126 10 126 20 со стороны опционов картина выглядит по следующему так по неделям ну чуть-чуть нам не за не хватило как и по маржинальным зонам идеального касания опциону чтобы нас отсюда выталкивали на перехай к оптимальному соотношению между покупателями и продавцами страны месяца не так все более радужно вот если только брать в рассмотрение оптимальное значение которое находится в районе 126 65 но месяц у нас столько начинается поэтому гнать нас так сильно не будут хорошо что открытый интерес пока в пользу покупателей страны объемов здесь картина у нас выглядит по следующему так опять все достаточно ровно но с точки зрения смотрите продаж если мы пойдем вверх на опять же укрепление американца индекса доллара будет намного легче идти потому что объемы достаточно разрывчато находится а вот объемы на покупку опять же плотно стоят вблизи нисходящей целевой зоны страны маржинальной зон обеспечения поэтому откупать и этот валютный инструмент будут австралиец к доллару здесь по данному валютному инструменту нужно быть крайне аккуратным и помните о том что сегодня выходили данные по австралии уровень безработицы вышел намного лучше предыдущего прогноза 5.8 предыдущая 5.7 прогноз 5.6 по факту получили плюс изменение уровня занятости тоже вышло все в зеленом как говорится добила позитив по австралийцу доли экономического активного населения поэтому здесь может пойти разрыв шаблона с точки зрения того что если на общем фоне будет укрепляться американский доллар австралиец на таком общем фоне перри переложит на себя именно рост риск аппетита и соответственно пойдет дальше если брать это то заходить сюда с более низких уровней самое первое что можно рассмотреть это 76 85 76 95 аппетит 78 78 10 со стороны опционов картина как раз именно идет как я и говорю контр трендовая то есть агрессивная продажа страны неделек мы находимся в верхней области опционного канала плюс хотелось бы здесь показать вам момент того что у нас произошло сильное смещение верхней границы верхней границы но есть момент того что этот это смещение сделает небольшую как раз коррекционную волну так как если брать кабинетки кабинетки у нас пошли ступеньками вверх а это на средний срок все-таки больше за то что данный валютной инструмент будет расти по непосредственно объемом картина выглядит у нас последующему на продажу но это как раз район восходящий золотой зоны там не грех стать на небольшую коррекционную до волну опять же небольшую но желающих от купить именно как раз при подходе непосредственно предыдущему перебить минимуму сегодняшнего предыдущему минимуму 76 90 этот уровень желающих становится намного больше так товарно-сырьевой рынок нефть сорта бренд и соответственно золото по бренду хорошо что мы достигли видно потенциал есть опять же идет со стороны американцев поэтому с этой стороны через коррекцию 6560 если будет более глубокая 6430 6450 на дальнейшую покупку по тыкам первая 6735 6750 более высокая 6855 6880 золото 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 продолжает мурыжить можно так сказать маржинальную зону 1748 1751 это уже ее четвертый подход поэтому пока не ушли очередная продажа стоп лоссом выше 1751 тэйк первый тэйк это перелого заходом в район 1720 ну идеально конечно это взятие нисходящей промежуточной зоны 1700 1710 то же самое уйдет у нас и со стороны тактики адверза 1722 первая точка для взятия более глубокая это как раз 1700 а если вообще брать в полное падение заход в район 1685 ну и здесь у нас имеется как раз пока сигналы прибавление на то что мы можем здесь достаточно хорошо откорректироваться так фондовый рынок dax по dax мы вернулись в наш микро так скажем восходящий тренд вот поэтому пока здесь все позитивно больше сигналов на покупку сигнал есть два сигнала покупку прибавление доминирующих сил поэтому в очередной раз покупка от трендовой линии поддержки с небольшим стоп лоссом но не забывайте переводить стоп лосса себе в безубыток nasdaq с этой стороны полностью откорректировался не дал конечно идеальные точки для того чтобы стать на продажу но хорошую коррекцию дал и прекрасная возможность соответственно дальше вставать на покупку здесь нужно нам ориентироваться на более старшие таймфреймы это непосредственно дневной это переха и возможные и дальнейшие с этой стороны с этой стороны хотелось бы более глубокой такой внутри дневной коррекции так балансу дня это непосредственно 13 830 отсюда уже можно делать покупку стоп лоссом под вчерашний минимум по тейкам если брать 14 210 этого будет 14 до 200 14 14 235 этого будет достаточно сегодня в принципе нам положительных данных мы можем сходить и без коррекционного движения сигналы технические на покупку имеются полностью точно такая же картина у нас и по непосредственно непосредственно snp полную коррекцию получили разворотку все по классике со стороны непосредственно захода это опять же баланс дня это 4130 стоп лоссом под вчерашний минимум по тейку самое первое на что можно ориентироваться это на 4170 внутридневная атр к так сигналы технически на покупку также у нас имеется из стороны это вера из стороны доминирующих сил доу джонс доу джонс как я уже сказал последнее время до последнее время очень технично соблюдает уровни поэтому если будет коррекция то она будет в район 33 800 и соответственно отсюда уже можно будет откупать с хорошей целью 34 070 но я свою очередь напоминаю что с сегодняшнего дня я напоминаю желающих на групповое обучение стоимость 2000 проходит в два этапа первая неделя самостоятельное изучение видеозаписи курса на второй неделе мы с вами практикуемся вместе это все будет идти циклами по две недели поэтому если вы вдруг не разобрались вы дальше можете идти на следующий цикл у вас уже все включено все на сегодня все всем попутного тренда побольше профитных сделок удачи и до встречи до встречи